Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Якоба Рабусти, прозванный Тинторетто, чудо святого марка, венецианская школа. Рабусти, прозванный по профессии отца своего Тинторетто, маленький красильщик, был учеником Тициана и под его руководством вскоре достиг такого совершенства, что по преданию Тициан даже не захотел дольше держать его у себя, опасаясь найти в нем соперника. Тинторетто в своих картинах стремился соединить блеск и силу красок Тициана с энергией рисунка Микеланджело. Говорят, что он написал на стене свой мастерской девиз «Рисунок Микеланджело и колорит Тициана». Однако влияние обоих великих мастеров не заглушило в нем самостоятельности. Новое течение, внесенное им в искусстве, отличается драматичностью движений, смелостью рисунка и мастерским распределением массы фигур, света и тени. К сожалению, поспешность, которую он работал, заполняя целые стены своими смелыми композициями, и могла не отразиться на достоинстве его картин. В картинах первого периода его деятельности исполнив с большей тщательностью, чем впоследствии, когда Тинторетто был осаждаем заказами, талант мастера высказался в полном блеске. К ним принадлежит и предлагаемая нами в гелиогравюре картина «Чудо святого Марка» 1548 года, хранящаяся в Венецианской академии. Тинторетто называют первым современным художником, первым импрессионистом, однако он никогда не вдавался в мелкий реализм деталей, а всеми средствами техники стремился к грандиозной передаче вселенной. Красота почти не имеет значения для него, о красоте форм и красок он не заботится без меры, и удерживаясь, стремится он к одной только цели – к оптическому обману, к иллюзии. Неспокойное любование руководило им, а страстный порыв, сладострастия пространства. Вы изумлены, поражены необычной мощью этой воздушной перспективы, вы удивляетесь решимости и силе ее выражения. Сверхчеловеческая энергия гениального мастера пленяет вас, и вы чувствуете, что он обладает истинным духом искусства. На нашей картине наравне с толпой удивительно жизненных фигур поражает роскошь красок, не уступающая лучшим «тицианам». Но как краски, так и формы все сливается, все исчезает в целом в пространстве. Громадная композиция вся основана на желании разрешить задачи воздушной перспективы. Наиболее характерная черта гения Тинторетта, им решенная проблема, его изобретение – это контрапост в живописи. В этом отношении он приближается к Микеланджело, к мастеру пластического контрапоста. Этот контрапост выражается прежде всего в отнесении центральной глубины в сторону. На нашей картине, впрочем, она лежит почти в середине картины у самой руки Святого Марка. Но идущие к этой точке линии уже трактованы различно. Между тем, как линия слева плавно движется над поставленными рядом фигурами справа, она идет скачками, и стоящая спиной фигура своим энергичным движением перерезает ей дорогу. Освещение картины выдержано относительно просто и сосредоточено, распространяясь равномерно справа, налево и смягчая беспокойство отдаленных фигур. Фигура, парящая сверху Святого Марка, которая должна была бы быть изображена в виде бесплотного духа, слетающего, как освобождающий луч с неба, слишком массивно благодаря своим глубоким тканям. Тинторетта пришлось бы отказаться от реалистичной трактовки светового эффекта ради этой фигуры, которая по смыслу сюжета должна бы оставаться невидимой действующими лицами. Но мастер предпочел этому заданию провести световой контрапост чисто декоративным путем посредством светлой стены сада, перевязающей весь фон картины. Более светлый и жидкий тон легко и воздужно отделяется от густых масс света и тени, и впечатление большого пространства усиливается благодаря воздушным массам, лежащим между ними. Мы видим здесь, с каким уточненным мастерством Тинторетта пользовался этими резкими полосками света и тени для построения воздушной перспективы. К сожалению, развитие его школы показало, что эти эффекты неминуемо должны вести к «кулисной» живописи. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok